Всем привет, с вами Медведь. Ну что, ребятки, пятый день Лиги Ультиматум. Уже посыпались рипы, уже там Gamer for Life просто там уже кайфует по полной программе. Значит, все в рипах, все, короче, там от этого долбанного этого волка, там столько народу он покосил, собрал этот волк кровавую жатву, причем он же, как бы его много разных итераций, правильно? Этот волк там встречается в тысячи разных мест, его разные варианты, поэтому, да, ну, я не знаю, я надел просто, короче, самоцвет с Anti-Crafted Jewel, Anti-Crafted Blood и, короче, просто забил на это все. Ребятки, сегодня немножко такая, ну, тема, скорее, я бы даже сказал, немножко философская, это навеяно вот рипом Steel Maga, очень, конечно же, обидным и так далее, и так далее. Кто не видит, я думаю, что многие уже видели, если что, вот, давайте еще раз посмотрим. Может быть, я могу сделать Моис Рекавери. Я не, как... Я не так большой, как я думал, я думаю. Рулин пришел сутдно. О, я умер. GG. Ну, я думаю, я думаю, что тут, как бы, нечего даже с точки зрения того, что, с точки зрения того, что, как бы, этот рип, ну, все понятно, то есть это, это, тут не выжил бы никто, тут не важно, кто ты, там, самый лучший игрок на свете, и все понятно. То есть, к такой, к такой ситуации, к такому усечению обстоятельств подготовить персонажа невозможно, невозможно. Есть, наверное, вот, самый, наверное, вот, самый такой, вообще, танковый персонаж, который, в принципе, теоретически может выжить в каких-то таких, вот, ну, риповых совсем ситуациях. Это, это, значит, максимальный блокер с максимальной рекавери на блоке, там, хп или ес, то есть он его там ударяет 100 тысяч мобов, он от этого получает жизнь. Правильно, чаще всего это гладиатор, ну, либо некромант, вот, и такие иногда в определенных ситуациях они могут выжить, но здесь, как бы, на какой там 83 уровень ультиматуме, там столько боссов, что, как бы, там боссы и так тебе за три удара там сносят. То есть даже, даже в лучшем каком-то сценарии, даже если бы там супер-супер-мега такой блоковый персонаж был, то все равно, скорее всего, бы рипнулся. То есть тут, ну, никак, никак тут не выжить. Вот, ну, вообще, к чему я? Тут, собственно говоря, рип, ну, рип понятно, это, как бы, дисконнект, есть на этот счет много споров, там, должны ли ГГГ дать игрокам возможность, значит, менять количество секунд, который сервер пытается прослушать их, прослушать их ответку, то есть сейчас, по-моему, это, если я не ошибаюсь, 6 секунд, то есть 6 секунд сервер позволяет клиенту, то есть, ну, вашему компьютеру, не, не посылать сигнал, да, и многие предлагают, окей, давайте не 6 секунд, давайте там 3 секунды, давайте 2 секунды, там 1 секунду. Конечно же, ну, очевидный контраргумент это то, что тогда, если вы чуть-чуть лаганете, вас сразу выкидывает, правильно? То есть, ну, в этом есть, в этом есть какие-то свои, там, проблемы, короче, это сложно решаемая проблема, чисто технически, я думаю, это очевидно, но не об этом дело, не об этом, я, на самом деле, разговор не об этом совершенно, это такая есть, вот, есть такие 2 токсичные темы в Пое комьюнити, касательно хардкора. Первое, это логаут макро, это отдельная токсичная тема, и, значит, дисконнект, это вторая токсичная тема. И каждая, когда, когда один из этих вот этих вот тем возникает на реддите, особенно, да, то есть там, где, собственно говоря, все самые мега токсики, значит, обитают, значит, начинается, вот, вот, это просто по программе, вот, как люди, как запрограммированные, да, первое, ну, там, первое сообщение, ой, блин, там, жалко, там, второе, там, третье, потом начинается. Кто-то приходит такой, вот поэтому я не играю в хардкор. Потом следующий после этого, вот поэтому я никогда не буду играть в хардкор. Потом после этого еще один. Хардкор в этой игре невозможно играть, вот поэтому, вот вам, пожалуйста. И это, это кошмарно токсично, это, это повторяется каждый раз, каждый раз. И, конечно же, можно над этим поражать, типа, ну, там, блин, ну, все равно, те, кто хотят играть в хардкор, будут играть в хардкор, тут ничего не поделаешь. Но, как бы, оно, конечно же, подбешивает, особенно, когда ты видишь этот аргумент в стотысячный раз там. И ты понимаешь, что это прям вот люди реально, как запрограммированные, повторяют, 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 и это, это не остановить. То есть, это всегда, я думаю, что с начала времен поя так было. Вот поэтому я не играю в хардкор. И это, возможно, там, кому-то покажется странным, что меня это так возмущает. Меня лично это, я понимаю, насколько это токсично, меня это возмущает на каком-то, скорее, психологическом уровне. Я не считаю, что это какая-то там огромная проблема, которую надо там, как-то радикально решать там, или что-то такое. Нет, конечно же, в пое есть намного более серьезные проблемы, чем это. Но это, знаете, это такая, мне скорее больше психология так интересует. И это психология, знаете, таких вот людей, которые лежат на диване, там, смотрят футбол, там, я не знаю, там, какой-нибудь там Месси, да, там, забивает там гол, лопат или, значит, его там, не знаю, там, прокатился 15 метров, там, сломал ногу. Вот, и они такие в экран такие, вот поэтому я не играю в футбол. И, конечно же, как бы, это можно по-разному интерпретировать, это можно интерпретировать, как какую-то психологическую особенность человека. Говорить, что вот поэтому я не делаю вот чего-то, потому что что-то радикально, что-то такое экстремальное может произойти, да, и поэтому я это не делаю. Я не выхожу на улицу, потому что там меня может сбить машина, да. Но на самом деле это, если, если чуть-чуть глубже копнуть, это, конечно же, ну, скорее всего, говорит о том, что человек пытается немножко самоутвердиться. То есть он, 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 он понимает, что он не Месси, он понимает, что он не может играть в футбол, как Месси, и никогда не сможет, правильно? И это в каком-то, наверное, вот глубинном смысле это немножко обидно. Так же, как, например, ну там, я не хочу там сравнивать стилмага с Месси, но это немножко разные вещи, но идея та же самая. Стилмаг это, это топовый игрок, это профессиональный геймер, который зарабатывает хорошие деньги на этом. Он в каждой лиге доминирует, он в каждой гонке доминирует, ну, какие-то там топовые места занимает. Причем часто не по мете, к слову скажу, там, это, это вам не Алькайзер, который играет одно и то же каждый раз. И, как бы, это человек, который уже там сто раз рипнулся, сто раз рипнулся. И, в частности, из-за дисконнекта он там тоже много раз рипнулся. Но это его не остановило, это его не остановило, он все равно доминирует, он все равно возвращается в игру, все равно доминирует. Это его жизнь, это его профессия. И когда вот такие диванные аналитики такие говорят, что, блин, вот поэтому, типа, я не играю в ХК, типа. И это немножко так оскорбительно именно по отношению даже, ну, к тому же Стилмагу, потому что, ну, он совершенно из другой лиги, это совершенно человек другого вообще уровня игры. И это, ну, в каком-то смысле вот это параллель с, значит, с футболом тоже, как бы, тут рабочий. Вот, но возвращаясь, как бы, возвращаясь к вообще идее вот этого ДС, как видите, как бы, ну, по его реакции видно, насколько он расстроен. И это можно понять, это, несомненно, очень-очень болезненно. Я потерял в прошлой лиге и в этой лиге, у меня было два дисконнекта. Но я потерял каких-то говняных персонажей, там, буквально, там, в актах, ерунда какая-то, то есть, ну, ничего такого страшного. По сравнению, да, с его, там, супер прокачанным персонажем. Вот, и это даже на актах, даже на актах это очень болезненно бывает. Но я что хотел сказать, ребятки. ДС это всегда, во-первых, проблема игроков, которые играют очень много. Если вы статистически играете, ну, чисто статистически, если вы играете мало, то ваш шанс, что произойдет дисконнект, он именно в такой ситуации, что это вызовет рип, правильно, то есть, вы должны быть где-то конкретно в риповой ситуации уже находиться. И именно в этот момент произойдет дисконнект. Вот это стечение обстоятельств, оно статистически очень-очень невероятное, маловероятное. Конечно, оно может произойти, но это маловероятно. Правильно, можно зайти на шейпера, и вот только вы зашли, и сразу же дисконнект. Прямо вот этот момент, правильно. Но если вы играете немного, то этого, это вы, возможно, вообще никогда в жизни этого не встретите. Такого момента, именно такого момента. Правильно, то есть, там Стилмак, наверное, играет, ну, я подозреваю, там, где-то в районе 12-14 часов в день. Я играю, ну, в прошлой лиге я где-то, наверное, в среднем у меня было, может, там 7-8. В этой лиге у меня, там, ну, я не знаю, там 4-5. То есть, как бы, я, ну, у меня статистически шансы встретить ДС, по сравнению, там, со Стилмаком, там, в 3 раза меньше. А кто-то играет, там, 1-2 часа, у них еще, там, в 4 раза меньше, чем у меня. Соответственно, как бы, соответственно, не стоит переоценивать шанс того, что это, в принципе, может произойти. Конечно же, оно может. Так же, как можно выйти, и сразу же там будет автобус, там, сумасшедший, там, водитель, там, я не знаю. И все, как бы, на этом, как бы, все закончится. Это не значит, что стоит рыть бункер и сидеть в бункере, правильно? Ну, чисто так, логически, опять же, конечно же, все, что угодно может в этой жизни произойти. Но это не повод, как бы, говорить, что вот поэтому я не выхожу на улицу, потому что там, сумасшедший, там, теоретически, может быть, пьяный водитель. Все, ну, я думаю, это очевидно, это же понятно. Вот. Но, тем не менее, как бы, тут, скорее, вопрос в ХК, это, скорее, про именно время. Если у вас, в принципе, мало времени, и, ну, не стоит играть в ХК, потому что это просто тупо время затратное занятие, такое хобби, правильно? Тогда лучше играть в СовКОР. Хотя, честно говоря, даже когда у меня мало времени, я все равно играю в ХК, даже в другие игры, и мне пофиг, как бы, потому что я, ну, меня, наверное, так, просто я устойчив к рипам, как бы, меня это не сильно парит. В принципе, как бы, для меня даже эмоции иногда самого рипа, они как-то меня подогревают. Ну, я к чему, опять же, возвращаясь именно к дисконнекту, в России хороший интернет, ну, в постсоветском пространстве хороший интернет. У нас один из самых лучших интернетов в мире. То есть, у нас, конечно же, очень много претензий к нашему местному проживанию, но у нас интернет в плане у нас дешевый и хороший. Вот где он сидит в Австралии, вот там интернет говняный. Я какое-то время жил в Канаде, там просто худший и супердорогой, мегадорогой говняный интернет. То есть, в этом, поверьте, поверьте мне, как бы, вы, ну, многие там, конечно же, у нас есть много поводов жаловаться, но, как бы, интернет как раз у нас все нормально. Вот, я знаю, что, ну, вот я сейчас, например, у меня получается, я знаю, что у меня иногда бывают почему-то дисконнекты рано утром. Там, я иногда рано просыпаюсь, такой кофе-каналию, такой, ммм, формлю немножко. Потом вспоминаю, блин, подождите, у меня в это время часто бывает почему-то именно в это время, там, в районе, там, 5-6 часов утра часто бывают дисконнекты. Я не знаю почему, ну, вот иногда бывают. Вот, поэтому я перехожу на каких-нибудь говняных персонажей, которые мне не жалко потерять. Ну, к примеру, да, то есть, все равно, как бы, это, ну, я знаю, что у меня ни разу не было дисконнекта, там, в районе, ну, наверное, после полудня вообще ни разу, ни разу вообще, за, я не знаю, сколько месяцев. Вот, и я всегда, например, если иду, там, на какого-нибудь сильного босса, то есть, я там, там, Мэйвен, Зефир, там, вот этих уберелдеров, я всегда делал только после полудня. Чисто, ну, чисто, чтобы убедиться, что точно все будет нормально, к примеру, да. То есть, ну, тоже какие-то можно. Дальше, опять же, возвращаясь к статистике, ну, то есть, я, я играю относительно много, да. У меня в прошлой лиге было, там, 10 рипов. Из 10 рипов, ну, то есть, окей, 10 рипов и один дисконнект. То есть, один из 10 рипов у меня был дисконнект для игрока, который играет настолько много, ну, это ерунда, понимаете. То есть, теоретически, допустим, если так вот посмотреть на всю мою историю в Пое, то есть, за все время, что я играл в Пое, блин, ну, на моей памяти, сколько я рипнул персонажей, наверное, может быть, 5. Может быть, 5. Из, из, а всего, наверное, рипов было, ну, ориентировочно, там, под сотку. Правильно? То есть, ну, 5, 5 из 100, 5 процентов. Я, я не знаю, много это или мало, то есть, мне трудно, опять же, это, возвращаясь, наверное, к вопросу тому, что насколько человек психологический устойчив, то есть, кому-то это много, кто-то не может под 5 из 100 выдержать, то есть, он, для него, там, даже один из миллионов, вот это настолько несправедливо, что он такой, нет, никогда из-за этого я не буду, именно вот за это я не буду. То есть, я понимаю, почему так люди вот думают. Но чисто логически вы рипнетесь на своих собственных ошибках в 20 раз чаще, чем на каком-то супер, мега, офигенно редком дисконнекте, который именно прям так точечно ударил в тот момент, когда вы были особо уязвимы. Ваш персонаж стоял там с голой жопой под забором, рядом с там, с тремя шейперами и двумя элдерами, понимаете? То есть, если вы, если вы теоретически, вот, вы, допустим, в софткоре и вы боитесь именно, именно играть в ХК из-за дисконнектов, просто поверьте мне, вы не рипнетесь из-за дисконнекта. Вот, вот, могу на что хотите поспорить, вы рипнетесь по своей собственной ошибке, как и все нормальные люди, как я рипаюсь постоянно по своим глупым каким-то ошибкам, там, типа, к этому гребаному волку. Подошел, чтобы он на меня прыгнул. Знаете, кого мне этот волк напомнил? Вот, кто-то, кто играл в детстве, была такая игра Dangerous Dave. И, значит, было их там, по-моему, три части. Первая была самая такая примитивная, там все такое по пикселям. А во второй части был, значит, уже более такая нормальная, адекватная графика. Там какие-то бабушки, бабки там кидали ножики, там, какие-то там слизи там на потолке списали. Вот, и был там, был там, начиная с какого-то более высокого уровня, такой волк, который прыгал и тебя с первого удара убивал. Я помню, что надо было так становиться, чтобы он тебя перепрыгнул. Вот, и ты таким образом мог, значит, не попасть под него. Но, блин, по ходу, по ходу в поэта не сработало, потому что он все равно на меня прыгнул. Я не знаю, почему я эту историю рассказал, просто почему-то вспомнилась, это уже старость. Вот, так что, ребятки, резюмируя, не бойтесь, если вы боитесь рипов из ADC, не бойтесь, они маловероятны. Это вот, как знаете, реально, как бояться выйти на улицу из-за того, что там машина. Не бойтесь, не бойтесь. Это все очень, это, конечно же, очень-очень печально, несомненно, как и действительно происходят какие-то аксиденты, аварии и так далее, и так далее. Все это реальность нашей жизни, так и в поре, оно, конечно же, бывает, но не так часто. Так что, надеюсь, надеюсь, что, возможно, кому-то, кого-то это не убедило, кого-то убедило вам решать. Опять же, это такой момент. Но последнее, что я вас попрошу, ребятки, если у вас когда-нибудь будет вот такая, знаете, как это назвать, желание, увидев такой рип на дисконнекте, сказать, что вот поэтому я не играю в ХК, не надо, пожалуйста. Это очень-очень, ну, это не оскорбительно для самого игрока. Поэтому, как бы, решайте сами для себя, что вам хочется, что вам не хочется. А DC не бойтесь, все будет хорошо. До завтра.